Порошенко требует провести закрытое совещание руководителей фракции с президентом. Ситуация на украинской границе остается опасной и требует применения всех мер безопасности. Об этом пишет РБК Украина со ссылкой на заявление лидера Европейской солидарности Петра Порошенко во время брифинга. Первоочередным на сегодняшний день является вопрос ситуации на границах, которая остается чрезвычайно опасной. Я предлагаю вам проанализировать, что власти делали последние две недели. Причем этот анализ сделан журналистами и аналитиками, за что я им очень благодарен. 31 октября и 1 ноября The Washington Post и другие влиятельные авторитетные издания сообщили об угрожающей концентрации российских войск у границы с Украиной, показав спутниковые изображения сооружений и соединений 1-й танковой армии Западного военного округа. Через несколько часов 1 ноября Министерство обороны и ГУ разведки Украины опровергает американских журналистов фразой, что 1 ноября дополнительные переброски российских. Подразделений в сторону государственной границы не было, скорее всего факты являются элементом специальных информационных психологических действий против Украины, констатирует Порошенко. По его словам 2 ноября американцам возразил секретарь СНБО Данилов, что происходит сознательная дезинформация всего общества. Цитата, скажем так, то что пишут не соответствует действительности. На сегодняшний день это неправда. 7 ноября офис президента в лице. Пресс-секретаря также возразил американцам. У Украины нет подтвержденной информации, что Россия снова расширяет количество военных в Крыму, Ордла и у украинских границ. Минобороны называет эти сообщения элементами психологического или пропагандистского давления, напомнил пятый президент. Порошенко отметил, что американцы привели конкретные факты с указанием частей подразделений, спутниковых данных. 12 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил об угрожающей концентрации и маневрах российских войск, утверждая, что американцы чрезвычайно озабочены движениями войск РФ. «Я не могу сказать, что планировал российский президент, однако в связи с нынешней ситуацией мы помним, что было в 2014-м», – отметил Порошенко. Политик добавил, что только позавчера офис президента признал угрозу со стороны российских войск. И оказалось, что у Украины есть все основания для беспокойства, поскольку российские. Маневры несут характер скрытого роста. По словам офиса президента, российские войска провели комплекс широкомасштабных командно-штабных учений у государственной границы. После завершения только личный состав вернулся к местам постоянной дислокации, а вся военная техника, включая танки. Боевые машины ракетной системы «Искандер» осталась на границе, отмечает лидер европейской солидарности. Непонятно. Две недели украинские власти отрицали и врали. И после этого они хотят, чтобы наши союзники и наш народ им доверяли. Абсолютно похожая ситуация с ситуацией с вагнеровцами. 16 месяцев украинские власти лгут об отсутствии этой операции. Сначала власть утверждала, что сделки не было, потом говорила, что это была не украинская операция, и вот дождалась того, что уже ведущие иностранные СМИ будут обнародовать эту позицию. Сначала это можно было объяснить как ошибку. На сегодняшний день иначе как измену. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс.Спичкит. Квалифицировать это нельзя. Порошенко требует, чтобы в ближайшее время состоялась встреча руководителей фракций с президентом. Где будут подняты вопросы угроз для национальной безопасности, ситуации по кризису в энергетике, с ковидом, с экономикой. Потому что 700 человек терять ежедневно и не реагировать, это преступление, подчеркнул Порошенко. Прошу избавиться от своих страхов, враг не в Украине. Враг уже у ворот, стучит в нашу дверь, и мы требуем безотлагательно применить все имеющиеся средства и инвентарь опыта, подключив парламент, а не только монобольшинство. Как сообщалось ранее, Порошенко требовал немедленно развернуть войска на границе с Белоруссией из-за миграционного кризиса, который является частью гибридной агрессии, спланированной в Москве.